Скандалы, связанные с Юликом, не утихают. То свадьба, то громкий развод, то любовницы, то изнасилование. Что за человек этот Юлик и почему так много грязного белья вывернуто за этот год? Сейчас все расскажу. С вами Вреках, погнали! Субтитры создавал DimaTorzok Но долго там не задерживается. Он решил, что лучше заниматься чем-то своим. Свой канал на Ютьюбе создал в 2012 году, выкладывая туда собственные мультфильмы. Чуть позже сменил формат роликов из-за большой трудоемкости и начал снимать юмористические скетчи. Большой толчок популярности дали коллаборации с другими блогерами Кузьма, Хованский, Крейзи, Мега Хелл и другие. В последнее время Онежка снимает реакции с друзьями на различные телешоу. Сейчас у него 4,5 миллиона подписчиков на Ютьюбе. 26 мая женился на своей девушке Дарья Каплан. Она известная бьюти-блогерша, но спустя полтора месяца они развелись. В интернете начали появляться слухи об изнасиловании Юликом другой блогерши Лиски. Со слов Онежка они жили вместе, интимная близость у них была, но по обоюдному согласию. Начнем с истории Каплана Юлика. Вкратце, в 2017 году блогер начал встречаться с Дашей Каплан. Девушка тоже с 2013 года занимается блогерством. В 2019 году они стали часто появляться в совместных видео, а в 2020 году Онежка сделал девушке предложение. Свадьба состоялась только спустя 2 года, в мае 2022 года. Тогда событие обрадовало многих фанатов. Пару долгое время считали милой, а их отношения безупречными. 8 июля 2022 года Даша Каплан опубликовала неожиданный пост. В нем она сообщила, что Юлик изменил Даши с Машей Марморис. Конечно, это тоже блогерша и стримерша. Девушка играет в игры, проводит лайфчаты, а еще она намного младше Юлика. На данный момент ей всего 19 лет. Судя по сообщению Каплан, Юлик долгое время вел интимную переписку с Машей, а потом они поцеловались. Мы разводимся, Юлик любит Машу Марморис. Вчера на тусе он не изменил. Переписывался месяц, а потом лизался. Юлик это обвинение подтвердил. В тот же день блогер опубликовал признание. Получилось, как получилось. Я не выбираю, что чувствую. Сказал день в день. Лучше так, чем врать. В соцсетях информацию об измене восприняли неоднозначно. Новость зафорсили многие блогеры и СМИ. Зрители, наблюдавшие за отношениями Юлика и Каплан, разочаровались в парне. Ведь многие считали, что их пара близка к идеалу. Но на этом проступки блогера не закончились. В сеть всплыли новые обстоятельства, которые гораздо хуже поцелуя с другой. В некоторых пабликах и телеграм-каналах появился слив о том, что Юлик изнасил Лиску. Эта блогерша, настоящее имя которой Елизавета Нерет. Пик популярности девушки пришелся на 17-й год. В 21-м году блогерша пропала. Оказывается, ее посадили в тюрьму. Когда вышла инфа о том, что Юлик накормил Лиску Нерто и силовал, сама девушка не могла не опровергнуть, не подтвердить. Зато вот что сказал Юлик. С Лизой все было обоюдно, я был безответно влюблен долгое время. И она знала об этом, мы жили вместе. Первый раз, да, случилось в нетрезвом виде, но я не позволял себе лишнего. И, конечно же, это случилось взаимного согласия. Остальные случаи были в трезвом виде, и никто никого ни к чему никогда не принуждал. 29 июля Лиска выпустила ролик обращения, в котором прокомментировала все слухи вокруг нее. На первых минутах ролика Лиска упомянула 4 темы, которые затронет видео. Сексуальная ориентация, разговоры о пребывании в тюрьме, употреблении запрещенных веществ и сексуальный опыт с Юликом. В ролике блогерша впервые призналась о нетрадиционной ориентации. Раньше от нее были только шутки и жирные намеки, но никогда напрямую Лиска об этом не говорила. Я попросту не видела смысла в публичной огласке, мне не нужно внимания по этому поводу. Особенно в своем блоге с шутками про говно. А теперь вспоминаем, что я жила в России, а я такое ссыкло, что каминг-аут сравним с нарисованной мишенью на лбу. До переезда в Питер до 20 лет у меня даже друзей особо-то не было. В маленьком городе мне казалось, что если узнает один, узнают все. Об этом, может быть, знали несколько человек, которые были моими друзьями по интернету, которых, я думала, никогда не увижу. А вот уже в Петербурге я встретила много людей, которым было без разницы, с кем я делю постель. С появлением денег я даже гомофобии бояться перестала. Но даже мое сидение в шкафу и сортировка круга общения не уберегли череды проблем, в форме которых лежала моя нетрадиционная сексуальная ориентация. Традиционная, видимо, это когда ты с женой делаешь ребенка и потом уходишь из семьи. После этого Лиска сказала, что захотела покинуть страну, но ей помешали события 24 февраля. По итогу из доступных вариантов оставалось нелегальное пересечение границы с Мексикой с последующим задержанием в коррекционном центре. Это не тюрьма, но и не детский лагерь. А теперь подумайте мозгом, поменяла ли бы я свой расхлябанный, заземленный, человый образ жизни и сидение на жопе на заключение в коррекционном центре просто по приколу? Я уже молчу, что без реальной причины тебя депортируют обратно. Это я тоже никак не планировала освещать в интернете, потому что это нерелевант на тематике моего блога. Но мне выбора не оставили, потому что для некоторых людей история из моей жизни в блоге. Лиска призналась, что с лета 16 по март 18 года пробовала из наркотиков все, что хотела, а также обзавелась зависимостью. В один из таких моментов у блогершей случился, судя по всему, единственный секс мужчины в ее жизни. Я не преувеличу, сказав, что в 17 году, если бы не вот та случайная популярность, я бы сейчас здесь живая не сидела точно. Отвращение, которое я испытывала к своему отражению в зеркале, когда я была в душе, желание содрать с себя кожу, сопровождающуюся нескончаемыми слезами и вопросом. Почему мой друг поступил со мной так? Мой друг, который знал, что я лесбиянка и которому я часто рассказывала о проблемах в личной жизни. За период, что мы жили вместе, была съедена вся витрина небезызвестного недавно закрывшегося магазина, который в оплату принимает только биткоины. И в один день поступило предложение нажраться аптечного препарата. Думаю, не стоит подробно объяснять, почему в другой из вот этих аптечных трипов я проснулась голой в его кровати. Я бы не смогла объяснить даже сейчас. Я помню, как открыла глаза и вот эти минуты, когда я пыталась понять, что же произошло, длились часами. Как только шестереночки в этой маленькой тупой 20-летней до то время головушки закрутились, я встала, ушла в свою комнату, закрыла дверь и написала о произошедшем другу из Москвы. Тогда еще я использовала формулировку. «Кажется, у нас с Юликом был секс. С каждым днем мне все меньше верилось в историю, что это был обоюдный порыв страсти, ибо взаимных чувств я не испытывала как до, так и после. И я продолжала сидеть в комнате с закрытой дверью, переписываясь с другом из Москвы. Это он мне и сказал, что если я себя что-то не давала, то это нельзя называть сексом. Нельзя говорить, что мы с Юликом переспали. С Юликом мы дальше общались и жили в одной квартире, но я точно уже сейчас не могу сказать, о чем и как происходило это общение. Я точно помню, что мне было неловко и некомфортно, но виду я не подавала, потому что как будто бы для меня было важно, чтобы об этом тогда никто не узнал. Мне было некомфортно от того, что кто-то может узнать, кроме моего близкого друга. Я точно помню фразу от Юлика. Я всегда добиваюсь того, чего я хочу, после которого мне стало максимально плохо. Я тебе чё, ачивмент? Ну и поскольку внезапной эскалации наших взаимоотношений так и не произошло, думаю, понятно, по каким причинам он попросил меня съехать. Поскольку я съехать хотела еще до этого, я мучительно долго искала квартиру, искала деньги, потому что тогда не очень много зарабатывала. Напоминаю, я изначально с Юликом съехалась, потому что в таком случае мне нужно было выплатить только 15 тысяч рублей за комнату, а не искать 1100 на то, чтобы оплатить комиссию агенту, первый месяц, залог и вот это вот всё. Через 5 дней после того, как Юлик попросил меня съехать, он внезапно подумал, что в принципе я могу не съезжать, потому что он нашел себе подружку, которая стала потом ему женой. Спасибо, что ты подумал в тот период, я естественно все равно съехала в ту квартиру, в которой я жила следующие 5 лет, я делала вид, что ничего не произошло и убеждала себя, что ничего страшного нет в случившемся. Тупо потому, что не хотела, чтобы о таком кто-то узнал. Мы с Юликом какое-то время поддерживали связь, я звала его сняться в клипе осенью того же года наряду с другими друзьями из питерской тусовки. Для меня было важно, чтобы визуально для людей, которые меня смотрят в интернете, всё выглядело норм. А вот так она закончила свой монолог. Я хочу продолжать жить в другой стране, хочу дальше снимать свои видео про говно и больше никогда не вспоминать ни 17-й год, ни это чёртово лето 22-го. Спасибо. Но на этом всё не закончилось. Совсем недавно Даша Каплан сходила на интервью, в котором, разумеется, высказывалось о Юлике, что вызывало эмоциональный выпад со стороны самого Юлика. А на слова Юлика резко отреагировала всё та же Лиска, и вот что она сказала. Вот такая Кота Вася творится у ребят сложнее, чем любой роман Агаты Кристи. А вы на чьей стороне? Пишите своё мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok